Ну вот, нерестовик сомика крабчатого. Вот видно, да, что все семейство здесь вот сидит. И вот результаты их деятельности. Вот видно икра на стеклах. Ну вообще мы потом снимаем икру со стекол, переводим в инкубатор. Вот и где у нее идет дальнейшее развитие. Отсюда, конечно, видно только ближнее стекло, а так, если вдоль всей поверхности посмотреть, то абсолютно на всех стеклах, то есть вдоль верхнего края видно, что икра приклеивается на стекла. Ну а этот увлекательный процесс спаривания и расклеивания икры мы постараемся заснять в другом нерестовике, когда в следующий раз посадим их на нерест и сможем вам уже показать этот удивительный танец. Ну вот инкубация икры крабчатого сомика. Вообще, значит, икра инкубируется 12 дней. От 9 до 12, все зависит от температуры. Вот здесь видно, что уже начинают первые мальки выклевываться. Вот видно, что у мальков еще желточные мешки. Вот, то есть голова черненькая и вокруг головы желточный мешок. Вот как только этот желточный мешок рассосется, и надо будет их начинать кормить.